доброго времени суток друзья уважаемые видео слушатели канала человек и мир сегодня мы попробуем записать на мой взгляд должно получиться интересное видео посвященное психологии современной молодежи а именно конкретное видео будет это посвящено сленгу тем словам тем словосочетанием тем оборотам речи которые используются и применяются в среде молодежи в возрасте от 10 до 15 лет вот так как я бы так обозначил этот возраст мы сейчас с вами послушаем одного из представителей этого молодежного движения это замечательная девушка и она попробует вам рассказать спокойно не торопясь и медленно рассказать о тех словах словосочетаниях и выражениях которые сейчас модные и успешно используются современной молодежью и так слово моему коллеги прошу вас в общем приветствую сейчас я как раз таки попытаюсь рассказать о том какие слова словосочетания мы сами используем в речи и то принципе как они переводятся можно сказать на русский язык потому что сейчас большинство из них они очень сложные и совсем не похожи на свой первоначальный источник ну в общем предлагаю начать ну и начнем мы наверное с того что я смогу лучше объяснить потому что большинство слов они их сложно объяснить в значении другом которое будет понятно всем людям ну начну с пример слова ну ну это человек который который мало что-то понимает не очень можно сказать знает эту сферу которой он как раз таки занимается то есть человек который мало что знает каком-либо понятие науки в каком-либо вопросе про это наоборот человек который разбирается намного лучше еще раз бро про 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 это наоборот человек который разбирается в какой-либо науки сфере намного лучше чем кто-то другой то есть уже более детально ее изучают например даже математик например человек который банально не знает дроби проблемы с математикой все больше я не вмешиваюсь и так дальше и человек который знает там все эти косинусы ну не отходя от этого значения попытайтесь пореже использовать свои речи слова ну это слово паразит и как бы не очень актуально для записи видео так дальше простите что ну так как я больше знаю игры сейчас даже большинство слов которые я тут подобрала это как раз таки то что по моим интересам и в принципе то что я довольно часто использую как раз таки тем то что занимаюсь этим слово задрот задрот это человек который делает очень много всего в какой-либо сфере это чем-то похоже на про но только человек который например те же игры он играет очень много очень часто он хорошо это все делает хорошо может не знаю тот же майнкрафт скрафтить какую-либо вещь за 5 минут ой секунд 5 минут это слишком долго так паль это что-то паленое то что паль паль 4 буквы p a l и мягкий знак да да отлично и что это паль это что-то не оригинальное например паленый шмот неоригинальная одежда ну как раз таки слово шмот это как одежда то есть паленый шмот на русском как неоригинальная одежда например гуччи сырынка это будет считаться паль так 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 интересно дальше ну обычно паленые вещи они стоят намного дешевле чем обычные уважаемые видеослушатели привел на секунду надо сказать что этой девушке 12 лет прошу вас продолжайте жиза жиза это типа жизнь то есть под некоторыми видеороликами фотографиями какие-либо можно встретить слово жиза это то что происходит довольно часто то есть жизненно но например повседневный день может то есть ваш повседневный день может чем-то быть схожим с повседневным днем друге другого человека и в принципе у вас это что-то типа жизненного то есть это не день сурка повторяющийся изо дня в день а именно схожесть неких действий разных людей допустим одноклассников да то есть например например два человека ходят в школу и на одну тренировку это у них будет что-то типа жизненно ясно отлично интересно как давайте так рофл это делать что-то то что ну не очень крутое не очень красивое но не всерьез например шутить какие-то странные шутки шутки там не знаю про ту же смерть или что-то в этом духе но не всерьез то есть человек на самом деле намного умнее и не собирается делать то о чем например сказал пошутил это рофл я очень часто люблю пользоваться им потому что это сделает как-то смешнее и веселее жизнь человека поэтому кин то есть например сейчас я буду брать в пример свою игру например свою любимую игру например геншин импакт в принципе на заднем фоне стоит как раз картинка из нее кин это как-либо повторять действия мысль ой не мысль скорее фразы своего любимого персонажа то есть ты любишь его настолько что уже становишься чем-то на него похожим например в этой игре есть персонаж ци 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 она довольно забывчивая любит поспать да да продолжайте продолжайте любит спать любит часто все забывает и в принципе ведет какой-то вялый образ жизни отчасти это похоже на меня да и тому же она мой любимый персонаж поэтому я можно сказать ее кин а можно дать краткое определение этому слову буквально в определении кин это кин это повторение мы повторение движения любимого персонажа отлично но это никак не относится к току нет ясно тик ток это пользовательская сеть в которой люди снимают свои видеоролики выкладывают это на показ там может быть либо что-то кринжовое либо реально что-то интересное познавательное вам нравится тик ток да замечательно я признаться не знаю его не установлено но у меня и я им не пользуюсь ну хорошо и так дальше и так бомбит бомбит это когда человек раздраженный у него что-то например не получается он пытается что-то долго сделать но у него это не получается и человека начинает уже бомбить можно сказать это раздраженность то есть у человека что-то не получается у него уже куча попыток было у него одни паровальные поэтому у него уже бомбит от того то что у него не получается достигнуть своей цели ну мне понятно это слово а есть да то есть я значительно старше и мне это слово понятно то есть это и в ходу у взрослых людей а скажите есть какое уникальное слово которое используется исключительно только вами молодежной культуре я имею ввиду есть что-то подобное какой-нибудь из слов понятно там в области игр или еще что-то но общеприменительное молодежи у молодежи есть какое-то слово такое половину из этих слов я как раз таки это такие слова которые используются именно в молодежи ясно ну хорошо давайте продолжим итак следующее слово ролка это уже ну скорее всего ты знаешь что это потому что я рассказывала ролевая ролеплей это когда люди собираются в каком-либо приложении то есть создают группу например ватсап telegram вконтакте они там создают группу и например в тот же тик ток снимают видео о том то что вот идет набор в ролевую по такому-то фэндому можно ролить по собственным персонажам можно ролить именно по какой-либо игре фильме книги мультики и так далее это уже что душе угодно сколько много слов я не понял из этого предложения а что такое рофу так вот вернемся к слову ролка это вообще сокращенно ролеплей то есть ролевая игра как я уже говорила например в том же тик токе выставляется видео о том то что идет набор в ролевую там уже люди в комментариях пишут выбирать себе персонажа и если персонаж свобода и если роли этого персонажа свободно то есть вообще ролевая это отыгрывание эмоций мысли персонажа все что захочешь повторение этих эмоций мысли персонажа нет там уже сам автор решает что персонаж будет делать например захочет автор что он пойдет в магазин он может легко написать то что вот персонаж пошел в магазин ясно понял так примеру скорее всего вообще есть разные виды например как многострочники малострочники и среднестрочники малострочники чаще всего просто пишут действия по типу пошел в магазин пошел на прогулку гуляет в парке богатый мир умничные молодежи они детально не описывают это все среднестрочники более стараются то есть они пишут например девушка пристала с кровати и пошла в магазин либо же либо же парень одел на себя свою любимую джинсовку белые кроссовки и вышел на улицу но это пример я сейчас с этим не запарилась хорошо можно на секунду еще белые кроссовки я смотрю у многих молодых людей сейчас таки да это мода такая сейчас ну типа того вообще белые кроссовки были популярны всегда а сейчас они что-то особо символизирует нет просто красивая одежда удобная и быстро а многострочники в свою очередь пишут довольно много воды то есть детально все описывают например девушка прогуливалась по темной улице свет освещал нет например дорогу освещала серая луна и изредка помелькивающие на ней звезды птицы красиво пролетали мимо не знаю детской площадки мимо да мимо детской площадки возле которой проходила не знаю рандомный люмен мимо который встреча молодых людей ну мимо которой проходила люмен иногда а что такое люмен для видео слушателей а имя я сказала то что это просто рандомное имя ясно хорошо эм люмен засматривалась на них и думала о том как это круто быть свободной птицей это к примеру там описывается все более детально и обдумывается тоже фэфэ фанфики фэфэ это сокращенное название фанфиков то есть фанфики вы реально пользуетесь среди этими словами да круто дальше фанфики это написанные истории то есть если ролевая там ты отыгрываешь это все с другим человеком то есть например один написал парень подошел к девушке а второй написал девушка подошла к парню вот это уже отыгрывание отыгрывание о фанфиках это как те же сказки рассказы истории там уже есть определенный автор он пишет свои произведения можно так сказать фанфики есть и раз фанфики также выкладываются разного рейтинга в разном жанре ну в общем как душе угодно можно почитать они пишутся есть два вида либо оригинал либо по какому-либо фэндому по фэндому обычно люди придумывают все что хотят но придерживаются канонных персонажей канонных имен канонного характера хотя в большинстве фанфиках есть начинающие люди которые много чего это не делают но можно же научиться всему а в оригинале уже автор сам придумывает сдает персонажа характер ему внешность которую также описывают потому что в оригинале надо более стараться хотя оригиналы то есть оригинальность в переводе они сейчас не особо ценятся на просторах фигбука либо животпада это две самые популярные платформы на которых как раз таки выкладывают свои истории так какой богатый еще раз повторюсь внутренний мир у современной молодежи десяти тире двенадцати пятнадцати лет повторюсь еще раз этой девушке чуть-чуть не хватает до двенадцати лет то есть ей одиннадцать полных и скоро ей исполнится двенадцать округление округляем в большую сторону так так извините за то что перебил кринж я рассказывала что кринж 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 круто дальше я рассказывала что такое рофл это шуточное действие либо же ну в принципе какие-то мимолетные шутки какие-то фразы которые были сказаны не всерьез а кринж это уже когда человек на полном серьезе говорит что-то глупое непонятное пишет что-то странное либо же бессмысленное то есть он это делает на полном серьезе и большинство тут уже мнение большинства люди принимают это как кринж либо же не кринж странно скажите и реально все ваши так скажем одногодники вашего возраста они всем этими словами пользуются их знают используют своей обыденной повседневной жизни могу сказать то что люди у которых есть телефон доступ в какие-либо соцсети либо на платформы они знают эти слова даже если не будут ими увлекаться интересно здорово вообще классно люди у которых этого доступа нету они могут узнать об этом у других людей например в общении во многоклассников да во многоклассников например ну типа сейчас мы используем слово ну типа не как два два соединенных слова паразита а именно можно сказать рофленый ответ какой-то глупый ответ ну в принципе посмеяться например задали какой-то глупый вопрос и на него можно ответить ну типа это будет что-то более смешное если вы уверены в том то что человек по другую сторону тоже рофлет смеется с этого ну и типа того то есть фактически это ответ без ответа если вы хотите уйти от вопроса да или не знаете как на него ответить можно сказать ну типа фактически да топ топ это что-то крутое классное прям вообще что-то сногсшибательное можно так сказать обычно люди используют это когда видят что-то красивое какой пример можно например какая-нибудь анимация на ютубе она хорошо прорисована у нее хорошая раскадровка хороший стиль рисования у автора либо же он вообще в реализме рисует это вообще тогда бесценно если все реально красиво отрисовано ну и часто люди пишут типа топ то что это означает очень красиво очень круто так сорян сорян это ну не будем надолго здесь зацикливаться задерживаться зацикливаться зацикливаться это типа прости ну просто прости от слова сори от слова сори по английскому так а почему сорян ян сорян потому что людям нравится так говорить хочется какой-то оригинальности можно так сказать резкости сорян не сори вежливо и культурно а типа подошел под затыль не дал сорян приятель да ну что-то типа шуточного ясно класс короче короче это уже сокращение то есть ну как короче типа к-р-и-ч это сокращение от слова короче то есть человек как раз таки хочет написать свою ну чаще всего это используется в сообщениях в смсках ну в принципе да ну полностью пишется короче или короче к-р-и-ч а четыре буквы и три к-о-р-ч а-к-р-ч да к-р-ч ясно так дальше просто капсом то есть большими буквами напечатанный текст просто тыканье по клавиатуре это так человек может передавать свой смех нет может там не знаю кот подошел начал лапой тыкать в экран ну а может человек если реально смешная ситуация и он реально очень смеется с нее тогда человек может просто написать большими буквами и просто постучать по клавиатуре и это будет передавать его эмоции так сказать отлично понятно так ну в принципе я рассказала то что готовила и в принципе то что я обдумывала как раз таки вспоминала как это более правильные более интересные слова и термин их определение так скажем да вот написано я вижу эти слова написаны на бумажке вообще в процентном соотношении много еще таких вот специфических своеобразных слов у молодого поколения от 10-12 лет которые вот сколько вообще таких слов необычных если вот это взять за какой-то процент вот сколько здесь слов в процентном соотношении от 100 ой но это уже если идти в разных направлениях например направление школьном игровом да то есть да вот например в направлении игровом сейчас опять приведу в пример свою любимую игру конста конста это артефакт то есть если персонаж тебе выпал повторно тебе дается на него конста артефакт то есть он будет биться сильнее это просто пример конста артефакт конста тире артефакт пояснения там например в направлении аниме там тоже есть много других слов например как тайтл тайтл это по-другому аниме то есть аниме это не мультики говорю сразу же но по-другому да например оба оба это фильм как раз таки по аниме ну как фильм отрисованная длинная мультипликация не мультипликация все таки какой интересный у вас жаргон это даже не субкультура нет это не жару это не жаргон это более большего порядка да явление это субкультура молодежная сформированная используемая ежедневно да вот вашими как бы одногодками ну еще много других да да хорошо а в школьной обстановке в школьной ситуации ну например есть какие-то специфические там слова там шека что значит шека и ну и так далее шека это сокращенно школа школа так еще что есть интересного матан матиша литра у нас в школе есть предмет родной язык и мы его называем приемный язык почему антонимы к слову родной приемный и мы называем приемный это же считать организм субкультура какая-то тоже школьный еще есть какие-то интересные слова может быть их несколько там два три четыре пять можно просто перечислить даже для начала ну в принципе нету я в школьной сфере там уже как мата это просто сокращение приметов например это это литература и ты литературе чко музыка из зошница прямо так и называется своих учителей да ну да например вот меня это литературе 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 я сам-то выговорить не могу хорошо меня это историчка уже раздражает типа такого также есть например когда автор перевоплощают в автор к я уже забыла как называется этот забыла как называется человек который так называют ну в принципе да безысходность безысходность точно нету выхода из запутанного положения хорошо у меня вот еще один такой вопрос я знаю что в молодежной субкультуре и у вас есть такое понятие как тоже забыл тоже вылетел из глыб сейчас помню пока говорю лишние слова паразиты посты слово пост будьте добры расскажите поподробнее об этом явлении я уже объясняла что такое пост вы мне не объясняли вы мне объяснили а вы объясните нашим я объясняла и даже приводила пример когда я разговаривала про роллки я говорила про посты так 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 ну еще раз можно мне они так нравятся так нравятся эти посты все таки что это такое еще раз посты это придуманное движение какие-то слова слова ну в принципе это придуманный автором текст который он может отыгрывать либо за своего персонажа либо за уже канонного за себя лично да можно ролить и за себя например люди придумывают своих персонажей у меня есть парочка таких я даже называю их своими детьми согласитесь звучит как то у меня смешно ну у меня есть парочка своих персонажей и я роллю за них со своей как раз таки лучшей подругой у нее они тоже есть мы с ней ролим как раз таки по фэндомам и по своим персонажам а еще у меня даже было пару ролевых которых я ролила за себя уважаемые видео слушатели если вам будет интересно продолжение этой огромной темы роллов и постов я обязательно выложу вам несколько на канале выложу несколько постов это потрясающее явление потрясающее явление творчество современных молодых людей это нечто уникальное удивительное эти посты странное название не совсем не понятно я бы скорее всего назвал мини рассказами это не мини рассказы потому что там отыгрывается со вторым другим человеком если что автор то я да 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 совершенно верно хорошо то есть ну вы поняли меня то есть я обязательно выложу несколько постов удивительные явления удивительные творение современной молодежи хорошо давайте мы сейчас прервемся мы многое рассказали многое не показали но рассказали я надеюсь у вас возникнут какие-то вопросы вы мне можете их задавать и наши уважаемые коллеги можете задавать их под этим видео или же писать мне на ватсап вообще непонятно как человеку возрастному еще раз повторюсь одно простое явление мир меняется меняется в лучшую сторону поскольку это все-таки новообразование которые не раковые это новообразование которые развивают совершенствует человека много об этом можно говорить многом об этом говорится можно об этом писать очень много но надо понимать одно существует и формируется и развивается новая совершенно новая абсолютно новая субкультура молодежная субкультура у разных возрастов она разная понятно разные виды деятельности разные возраста и так далее тем не менее то что я наблюдаю у молодых людей настоящего поколения начиная там от одежды формы обращения друг другу разговоров их между собой многое мне непонятно многое я понимаю и восхищаюсь даже многим это очень интересная тема с точки зрения психологии психологии современной человеческой жизни в россии начала 21 века давайте на этом мы остановимся давайте может быть вы что-то добавить хотите если взять на себя повышенные обязательства рассказать еще о чем-либо нам если хотите я могу снять видео о игре и рассказать о чем-либо отлично это вы сделаете прямо с экрана монитора если у тебя он скачается запросто здорово хорошо хорошо давайте на этом тогда остановимся и я надеюсь в дальнейшем мы продолжим подобные ролики подобные рассказы о психологии человеческой жизни о человеке и мире оно очень просто беден оно очень часто самоубийно но на самом деле это очень просто